Девушки отдыхают Для меня все мои работы – это некий поиск меня же самого в какой-то определенной теме. То есть либо это какое-то весёлое, либо это какое-то грустное кино, либо это какое-то страшное. То есть все мои фильмы для меня – это поиск самого же себя. Ну и на фоне этого же поиска я рефлексирую на какие-то определенные темы. То, что выражается в этих картинах. Встреча прошла в узком кругу зрителей. Кто-то уже смотрел и не один раз короткометражное кино. А для кого-то это было откровением. За вечер автор представил две работы. Первой была выбрана к показу короткометражная картина «Грань». Работа пятилетней давности. И с ней режиссёр участвовал в трёх кинофестивалях. На одном из них Иван Подкратов получил гран-при. Вторая же – премьерная работа. Только начинает крутиться на кинофестивалях. Я снял новую работу, как художник повеситься хотел. И с ней сейчас мы через продюсерский центр подаем на фестивали. Поэтому фестивальный путь только начался. Сейчас вот буквально 10 дней назад приехали с кинофестиваля «Святая Анна». Это один из таких больших студенческих кинофестивалей. Там, к сожалению, ничего не выиграли. Но зато засветились, отметились, показались. И как бы почву, так скажем, для будущего готовим хорошо. Пока всё в процессе. Внедрение в мир кино – это титанический труд. Всё требует внимания, концентрации и финансирования. С 16 лет Иван познаёт кино, и за это время он создал три полноценные картины. Как и в любом деле, важную роль играет поддержка близких. Иногда, чтобы выразить идею и подтолкнуть человека в нужном направлении, достаточно просто быть рядом. Я желаю ему очень-очень большой дороги. Я всегда рядом. Может быть, не финансово, может быть, не физически, да, но я сопереживаю. Я поддерживаю, и мне хочется, чтобы он шёл дальше. Я понимаю, что это не коммерция, которая могла бы обеспечить его семью, да, но то, что он стоит на верной дороге, это я могу смело заявить. И каждый раз ему желаю, пусть не победа, но я точно знаю, что он идёт верной дорогой. И я хочу, чтобы он дальше шёл этой дорогой. Потому что, мне кажется, у него будет большое будущее. В современном мире чувствуется нехватка фильмов с глубокой внутренней философией. Фильмов, которым хочется вернуться, открывая для себя новый смысл увиденного. Работы у режиссёра много. Впереди новые проекты, свежие идеи. И, надеемся, движение только вперёд. Это название любит фактически заниматься.